Всем привет! В эфире Вымпел! Здесь ты сможешь узнать все, что тебя интересует из мира кино, сериалов, игр, настольных игр и прочих отраслей гик-индустрии. Смотри сегодня в выпуске! Об играх, о том, какой популярности хотел достичь Hitman, когда выйдет новая игра Ubisoft и что там колдует Катима. О настольных играх, мировой хит, манчкин, о том, как нахапать побольше сокровищ и подставить всех своих самых преданных до какой-то поры друзей. О комиксах, арт-бук, Человек-паук, Вдали от дома, 2019 год, драгоценная книга прямо из рук предыдущего обладателя. Ну и первый пак новостей прямиком с полей видеоигр. 28 июня в рамках программы Nintendo Direct Mini, издательство Devolver Digital и студия Terrible Typebox представили новый трейлер квеста Return to Monkey Island. В ролике впервые демонстрируются фрагменты геймплея игры и ее новый визуальный стиль. В трейлере главный герой серии, пират Гай Браш Трипвуд, обещает рассказать одну из многочисленных историй из своей жизни. О том, как он наконец раскрыл тайну острова обезьян. Также демонстрируются фрагменты сюжетных сцен и геймплейные отрывки с исследованием локаций, сражениями и другими персонажами. И все это, разумеется, под аккомпанемент давным-давно полюбившейся фанатам музыки. Return to Monkey Island стоит продолжением The Secret of Monkey Island 1990 года и Monkey Island 2 LeChuck Revenge 1991. С последней битвы Гай Браша и его заклятого врага, пирата-зомби-призрака Летчака прошло уже много лет. Возлюбленная героя отошла от губернаторских дел, а сам он, так и не познавший тайну острова обезьян, плывет по течению. И в новом приключении Гай Браш вновь вернется на знакомые острова, которые стали гораздо опаснее, а также, как уважающий себя пират, выйдет в открытое море, чтобы открыть новое и неизведанное. Игрокам предстоит решать головоломки, общаться с персонажами и искать выход из причудливых ситуаций. Игра создается под началом Рона Гилберта и Дэйва Гроссмана, ключевых разработчиков первых двух частей серии. Роль главного героя вновь исполнит Доминик Армата, озвучивший героя в нескольких играх франшизы, в том числе переизданиях 2009 и 2010 годов. Авторы обещают, что новая часть будет понятной и увлекательной и для новичков, специально для которых добавят казуальный режим с упрощенными загадками. Как выяснилось, квест сперва выйдет на ПК, на платформе Steam и Nintendo Switch, а спустя какое-то время появится и на других платформах. Релиз запланирован на 2022 год. Игровой журналист Кирк МакКинт написал книгу The History of the Stealth Game, посвященную различным знаковым играм, жанрам, как ясно из книжного названия, Stealth. Работа поступит в продажу лишь в октябре, но рассказывающий про хит-монотрывок был опубликован заранее. Из интересного. В главе сказано, что IO Interactive создавала образ агента 47 с расчетом на то, что он станет узнаваемым брендом уровня немного-немало Coca-Cola. Если вы бродите и случайно натыкаетесь на кусок бутылки Coca-Cola лишь с буквой «К» на нем, то сразу понимаете, что это не Pepsi или Dr. Pepper, это совершенно точно Coca-Cola. Вы узнаете ее под любым углом и в любой ситуации, потому что бутылка так сделана. Датская команда настолько горела идеей создать знаменитого, изразительного для публики персонажа, что первым делом сделала именно лысину персонажа. А затем добавила штрих-код. Цитата. Мы сильно вдохновились этим, поэтому отпечатали штрих-код на затылке персонажей. Только затем появился черный костюм, белая рубашка, красный галстук, удавка и два серебряных сильвер-бойлера. Можно сказать, что у IO Interactive получилось. Игры серии Hitman стали по-настоящему культовыми. Было выпущено пять основных частей в период с 2000 по 2012 год. А затем датская студия перевела франшизу на эпизодический формат игры сервиса, выпустив тем самым еще три игры, объединенных единым сюжетом. Хоть продажи игровых копий вряд ли расходятся как горячие пирожки, или точнее баночки с Кока-Колой, узнаваемым, впрочем, парень со штрих-кодом на затылке определенно стал. И снова о пиратах. Да там майнеры, которые выуживают данные из базы Microsoft Store, раскопали дату релиза долгостроя Skull & Bounce от Ubisoft, а заодно опубликовали бонусы за предзаказ. Стало известно, что пиратский многострадальный мультиплеерный экшен выйдет 8 ноября. Эту дату, к слову, подтвердил и инсайдер Том Хендерсон, он же уверяет, что игру покажут уже в начале июля. Эта игра Ubisoft примечательна тем, что была анонсирована в далеком 2017 году, а затем угодила в производственный ад. По информации СМИ, разработку полностью перезапускали, причем несколько раз. На игру, как сообщается, уже потрачено свыше 200 миллионов долларов. Ну а предполагаемый выпуск игры в недоделанном состоянии объясняется долговыми обязательствами и договоренностями не Абе с кем, а с властями Сингапура. «Скал энд Баунс» должна выйти на ПК, PS5 и Xbox Series. Версии для прошлого поколения, судя по рейтингу, отменены. Хидео Кадзима в своем твиттере с завидной регулярностью делится впечатлениями о сериалах и фильмах, которые пришлись ему по душе. Не обошел вниманием японский геймдизайнер и пацанов от Amazon. Но вместо привычной колонки о сериале он поделился концепцией игры, которая была схожа с тем, что показано в шоу. Когда-то Кадзима-сан работал над концепцией проекта про группу детективов, которые расследуют преступления легендарных героев. Протагонистами выступала бы пара детективов, мужчина и женщина. И на ведущей роли Кадзима хотел бы видеть, какая неожиданность, Матса Миккельсона. Но после того, как разработчик ознакомился с первыми тремя эпизодами пацанов, счел концепцию похожей, а потому проект так и остался на бумаге. Пока что. Сам шоураннер пацанов Эрик Крипке отреагировал на твит и попросил Кадзиму сделать игру по мотивам шоу. Цитата. Пожалуйста, сделайте игру по пацанам, мы можем объединиться и победить. Кстати, я большой фанат. Энтони Стар, одна из звезд шоу и исполнитель роли Хоумлендера, поддержал своего коллегу. Но Кадзим пока что не отреагировал. Сейчас он работает над игрой для Майкрософт с применением облачных технологий. Также Норман Ридус в интервью несколько раз проговаривался, что в разработке находится продолжение Death Stranding. Ну и на этом мы плавно переходим с новостей и видеоигр в новости книг по совместительству кино и по совместительству комиксов. Не переключайтесь. Ну и мы плавно перетекаем к книжкам, комиксам, а если быть точным, к артбуку по художественному фильму «Человек-паук. Вдали от дома». Фильм 2019 года и вот эта книжка, которая у меня в руках, набор глянцевых иллюстраций на английском языке. Все приехало из далекой-далекой Америки, как это говорилось в одной игре от Sony, с запретного запада. И здесь можно увидеть полное пособие для тех, кто хочет заниматься кино. То есть полная коллекция набросков, скетчей для неравнодушных, кто увлекается кинематографом на серьезной основе и кто придает серьезное значение комиксам. Здесь можно увидеть и первоначальные дизайны персонажей, и альтернативные варианты развития сцен. То есть какой-нибудь пример. Одна из самых известных сцен фильма, оставшая по совместительству одной из самых известных сцен самой Marvel Cinematic Universe, это глюки Человека-паука, когда он сражается с злодеем Мистерио, с иллюзионистом, и тот начинает на него накладывать самые разные оптические эффекты. Здесь сама сцена длится минуту 3, но здесь можно поглядеть альтернативные варианты развития событий, как здесь бьются осколки, где здесь применяется каноничный, не попавший в фильм дизайн прямиком из комиксов. Здесь, здесь, вот, прекрасный пример концепта артинга, это изображение альтернативных версий дронов, причем сам по себе артбук напоминает по своему содержанию солянку из работ художников самого разного качества и самого разного профиля. То есть здесь есть фактически отрендеренные картинки, а есть, допустим, просто наработки, я не уверен, что смогу здесь найти с первого раза, но, допустим, едва ли не простыми стрихами в фотошопе, несколькими следами здесь есть полноценные раскадровки сцен, по которым, сейчас я покажу, по которым в дальнейшем строилось сюжетное противостояние, в целом кульминация. Поскольку мы говорим о адаптации первоисточника, я не думаю, что комиксы можно назвать книжным, но, тем не менее, литературным первоисточником, огромное внимание было уделено дизайном, то есть как рядовой персонаж в комиксах, который имел вполне себе гуманоидное происхождение, был человеком с способностями, стал, например, огромным огненным големом. Здесь есть покадровый процесс превращения от металлической статуи до огромной абразины из железа и какой-то стекающей лавы с непонятной ухмылкой. Все то, что мы зачастую стараемся не опускать. Здесь есть и кадры сцен, причем, опять-таки, совершенно разнится качество и иллюстрации от едва детализированного паука до вполне себе узнаваемого самой Лель Джексона в роли Ника Фьюри. Ну и стоит сказать, что добыл я это не из каких-то профильных магазинов, я это добыл прямо из рук админа паблика ВКонтакте Дэйли Дак, он проводил недавно аукцион, и мне удалось с цепкими лапами урвать у него эту книженцу. И говоря о качестве, ну да, это выдает обилие закладок, которые позволяют очень быстро ориентироваться и искать все, в принципе, что необходимо. Хочется сказать о качестве, несмотря на то, что когда мы слышим, что-то покупать с рук звучит, как для некоторых людей, особенно для коллекционеров, жутко в духе этим уже пользовались, качество может пропасть. Нет, абсолютно не так. Обложка в порядке, переплет цел, страницы не деформированы. Это прям отдельная радость, когда ты хочешь это как-то ставить на полку или взаимодействовать. Даже вот сейчас я быстренько пробегусь. Глянец как будто только что из магазина. Как было написано в обзоре у него на стене, в этом салопе, то есть глянец приятно щекочет подушечки пальцев, это чистая правда. То есть можно сидеть там, как мог выглядеть тот постер, как мог выглядеть другой постер. То есть обильное книжно-буквенное сопровождение, то есть вплоть до описания, какой замысел у сцены был изначальный, какой отменили и почему. Все сопровождается в том числе кадрами из итогового варианта. То есть книжка вышла спустя некоторое время после фильма, когда уже все спойлеры миновали, и можно было спокойно рассказывать в самых искренних деталях о происходящем. Вот куча красивых разворотов, причем они стилизованы, если мы говорим про драку в Германии, то здесь обязательно Берлин, здесь написано немецком. Здесь есть и полные дизайны шлема. В общем, единственным актуальным обзором может быть это полное пролистывание всех двухсот с лишним страниц, поэтому я думаю, на этом сейчас можно плавно подходить к концу. Просто как пример всех тех, кто интересовался, что такое есть артбук, зачем нужен артбук, как его покупать, как его использовать. Назначение чисто коллекционное, и чисто если вы поклонник определенной франшизы, по большинству современных голливудских фильмов, подобное выходит. Я считаю, что если вы увлекаетесь, в том числе комиксами Марвел, это будет очень хорошее приобретение, благо по каждому фильму, от Санк-Чи до Вечных, подобные книги выходят. Ну, а мы плавно подтекаем к другим картонным печатным изделиям, только на этот раз к настольным играм. Ну, и продолжая нашу рубрику, мы переносимся к настольным играм. Здесь у нас на столе повидавшие виды, многочисленные переклеивания, заботливо, скотчем тому свидетельство. Одна из моих любимых игр, особенно для веселой компании, это манчики. Не обманывайтесь, несмотря на то, что здесь у меня представлена коробка от классического издания, я тайком под шумок затарялся еще несколькими, и по совместительству их сюда все спрятал. Поэтому в обзоре будут фигурировать карты, которые могли не попасться вам, если у вас есть только оригинальная версия. Это широкоформатные карты. Вот, подземелья, они превосходят обычные ровно в два раза. И некоторые карты из иных наборов, которые отмечаются соответствующими значками внизу под годом и автором, если это какая-то промо-карта, допустим. Но начнем с самой сути. Манчикин — это пародия всех самых известных ролевых приключений, о которых вы когда-либо слышали. Изначально это планировалось как пародия на D&D. Dungeons & Dragons — очень известная игра, причем она очень актуальна на Западе, очень актуальна в Америке. Это становится частью каких-то поп-культурных резонансов, фигурирует в сериалах, в играх, а конкретно в настольной интерации высмеиваются не только фэнтезийные классические стереотипы, но и позже с дополнениями и прошлись по «Звездным войнам», и прошлись по «Самураям», по «Вампирам», по абсолютно любой тематике, которая только может показаться. Принцип игры есть карточный, в этом ее плюс. Ценовой сегмент до 1000 рублей, с повышением цен 1090, но я думаю, если вы приходите в магазин, то у вас, в принципе, это может уложиться. Все дополнения самодостаточные, есть маленькие, на них появилась мода последние два года, маленькие комплекты, там буквально по несколько десятков промокарт, но в основном дополнения все соразмерные с коробкой, они затрагивают самые разные темы, от зомби до ктулху, и все они сами по себе могут функционировать друг без друга, и в то же время можно их замешивать. В чем принцип? Ваша задача — набрать 10 уровней, с первого по десятый. Кто первый получает 10 уровень, тот и победил. Получить 10 уровень вы можете или некоторыми картами, или борясь с монстрами. Монстры ныкаются в дверях, допустим, кто тут в дверях? В дверях может ожидать что-нибудь хорошее, мне на это попало, допустим, очаровательный тритончик. Иллюстрации здесь сугубо пародийны, это, кстати, опять-таки, карты не из оригинальной коробки, но принцип, как-то пренебрегать им не стоит, все карты выполнены с должной долей юмора, с должной долей сатиры и позитива. Вот, допустим, тритончик. Сверху есть какой-то бонус, допустим, есть раса ящерки. И если вы ящерка, и вам попадается такое пугало, то он получает против вас плюс 2. И также дополнение, если ты волшебник, можешь расколдовать, то есть просто ничего не делать, и он тебе даст бесплатно сокровище. Ну и всегда есть самая интересная часть карты, поскольку эта игра полукооперативная, вы можете играть вместе, но побеждая только один или двое, за очень редким исключением, если в игре есть эльф, который может победить другим человеком. Всегда стоит смотреть на непотребство, чем это может выйти боком для вас или вашего нерадивого сопартийца. Например, здесь. Сжечь ведьму. Потерять все свои зелья, чтобы потушить огонь. Ну или может быть что-то гораздо страшнее. Сейчас ловким движением руки мы находим бронепони. У него непотребство. Ты мертв. Скитандерталец ошеломляет тебя дубиной. Если есть головняк, это жаргонное обозначение шлема, то потеряй его. Если нет, потеряй уровень. В целом, стоит отметить юмористический подход к игре. То есть здесь шлем заменяется на головняк, доспехи на броник, обувка на какие-то сапоги, ну и даже вещи называют не вещами, не инвентарем, не амуницией, а просто шмотка. Это все придает некоторого какого-то такого молодежного задора, когда ты идешь чистить подземелья, и даже вместо того, чтобы покопаться в сокровищах, ты можешь чистить нычки. И это специфика перевода, но в оригинале юмор примерно на таком же уровне. Причем юмор не пускается до какого-то непотребного плинтуса. Напротив, он строится на каких-то языковых каламбурах или каких-то случаях из анекдотов про Штирлица. Тусящеры, ящеры-тусовщики, адвокат, самый страшный противник, невыразимо-жутко неописуемый ужас, это будто в гробу перевернулся несчастный Говард Филлипс Лавкрафт, осиный носок, потеряя обувку, смена расы, которая может стать ровно как для вас самой настоящей проблемой, так и привилегией. Все эти карты помогут вам достичь определенных целей, главный из которых будет получить 10 уровень. Но в целом, по личному опыту, даже несмотря на всякие модификаторы вроде постоянных изменений, как локация подземелья, главная прелесть в получении удовольствия и эта игра, как никакая, в этом цель свою достигает. Потому что в процессах наложения проклятия друг на друга, перекидывания проклятия обратно на проклятующего, какой-то догонялки с монстрами, несмотря на то, что все компоненты умещаются в карточном эквиваленте, они очень легкие, карты, несмотря на то, что здесь умещено, по-моему, дополнение 4, коробка 1 очень легко их все транспортирует, я могу сказать, что если вы ищете игру для тусовок, но ориентированную в том числе на победу, то есть не просто как в Освинтусе, кто положил карты, тот и победил, а с каким-то сюжетным бэкграундом, с какими-то фэнтезийными элементами, где можно вжиться в роль кого-либо, я считаю, что Манчкин для вас будет идеальным вариантом. Ну а на такой позитивной ноте мы постепенно подходим к концу. На этом у нас все. На сегодня наши новости подходят к концу, но не переживай, через неделю мы вернемся с новой пачкой самых разных интересностей из мира гиков. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова